Сегодня тема нашей проповеди это жертвенность. Я на самом деле, ну, до вчерашнего вечера еще был не уверен, буду ли об этом говорить, потому что, знаете, в последнее время очень много пасторов проповедуют о жертвенности, не знаю почему. Видимо, созрела в духе какая-то такая необходимость проповедовать о жертвенности, потому что многие не понимают на самом деле, что это за жертва, для чего она нужна. Потому что мы читаем книгу «Послание к евреям», читаем откровения, читаем даже первую главу пророка Исаии и видим там, что жертвы больше не нужны, что все уже как бы свершилось. И мы это знаем, и мы на основании этого молимся. И теперь получается, что от нас требует какого-то самопожертвования, какой-то жертвы в церкви. В теле Христа. И хочу с вами поговорить о том, нужно ли это, если да, то кому нужно, и до какой степени нужно дойти в свою жертвенность. Если еще раз говорю, если это нужно, то зачем? И для кого нужна эта жертва? Если это не нужно, то зачем от нас это все требует? Давайте поговорим с вами сначала о том, что такое жертва. Откроем с вами «Бытие», 22 главу. Со второго стиха. Известное место, которое мы с вами неоднократно читаем, но мы разберем по кусочкам. Бог сказал «Возьми сына своего, единственного своего, которого ты любишь, Исаака, и пойди с ним в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отраков своих и Исаака сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором говорил ему Бог». То есть жертва – это приношение Богу того, что требует от нас каких-то усилий, средств, времени, может быть, денег. И, вы знаете, в любой жертве, вот даже если мы с вами возьмем жертву Каина, жертву Авеля, мы видим, что Бог, Он принял жертву, которая требовала для того, чтобы ее подготовить к жертвоприношению, требовала гораздо больших усилий, стараний и, может быть, даже и средств от Авеля, чем требовалось от Каина. И во всех языческих культурах того времени, да и сегодня тоже, чем больше вкладывается в то, что мы отдаем, тем больше нам эта жертва, вернее, от нас эта жертва принимается. Например, вы себе представляете, да, что такое вырастить было в те времена, там, корову здоровую или овцу без порока? Можете себе представить? Тогда таких вот коровников не было, тогда ветеринаров не было, антибиотиков не было. Можно было там полстада потерять просто от того, что какой-нибудь вирус завелся. И действительно, причем это все стоило денег. Помните, что в те времена состояние людей измерялось количеством домашних животных, которые у них есть. Да, то есть у него там было столько-то верблюдов, столько-то овец, столько-то коров. И это не просто так, что во всех абсолютно языческих культурах того времени в жертву приносились какие-то животные. Обратите внимание, даже Ной, когда спустился с корабля на горе Арарат, с корабля, с ковчега, на горе Арарат, он первое, что сделал, принес в жертву. А кого он принес в жертву? Он же не нашел там какую-то корову водоплавающую, которая спаслась после потопа. То, что он 500 дней кормил, пытался сохранить, он из этих принес в жертву. То есть он знал, что другую жертву Бог просто не принял. И во всех языческих культурах высшим проявлением жертвенности в те времена было жертвоприношение старшего или единственного ребенка. Это было абсолютно нормально для языческих культур того времени. Я напомню, что Авраам был из язычников. Он пришел из урахалдейского. Если мы читаем это местописание на иврике, там написано «Урказдим». Урказдим в переводе с армейского – это город бесов. Он оттуда родом. И культ поклонения царю Богу Молоху. Это то же самое оттуда же родом, когда жертвоприношение ребенка являлось самым высшим вообще знаком поклонения Богу. И, с одной стороны, можно взглянуть, конечно, на привычки Авраама, который вырос в этой среде. Его отец был языческим священником. Так предание поговорит, по крайней мере. И для него это было нормально, когда Бог ему говорит «Пойди и принеси своего сына в жертву». Он его ждал на секундочку сколько? 90 с лишним лет? Он уже вообще отчаялся, что у него будут дети? Плюс ко всему он получил обетование о том, что этот ребенок принесет ему потомство, как морской песок или как звезды на небе, если сможешь, честь их. Да, так Бог сказал. И следует помнить еще одно, что Авраам был уверен, что, во-первых, принеся эту жертву, Бог его благословит. Он был в этом уверен. И, во-вторых, то, что эта жертва, она будет ему возвращена моментально в тот же момент. Сейчас мы это разберем. Он никогда даже на секунду не задумался о том, что он сейчас пойдет и попрощается на всю оставшую жизнь со своим сыном. У него такого даже в мыслях не было. И когда мы отдаем жертву, вы знаете, в последнее время я наблюдаю, что очень много проповедников говорят о жертве, что, ну да, нужно от чего-то отказаться. Нужно что-то отдать. Лишить себя чего-то, и это будет жертвенностью. Но обратите внимание, что Авраам не собирался лишать себя сына, хотя и собирался принести жертву, в жертву своего собственного сына. Ему, для нас это сегодня парадокс. Как так можно, не собираясь отдавать жертву, привести в жертву сына? Это как? Сегодня мы знаем, что мы первенца приносим в церковь на посвящение Богу. Так как Иисуса привезли на посвящение Богу, и Бог потребовал от всех евреев приносить и посвящать первенца. Ему. Но он отрицает человеческий жертв, зачем Бог испытывал Авраама? Это всегда вопрос такой, который атеисты задают. Смотрите, говорит, у вас же написано, что Бог никогда не искушает никого, и сам не искушается злом. Но каждый искушается Бог этими собственной плоти. Они говорят, а вот смотрите, что написано в 22-й Лаве Питии. Написано, что в те дни искушал Бог Авраама. Получается, что тогда он искушал, а сейчас он никого не искушает, не искушался. И у атеистов очень такая четкая программа есть запутать нас, сказать, ну вот видишь, тут написано, что не искушает, здесь искушает, что у вас вообще Бог сам себе противоречит. Теперь вы говорите, что Бог ваш не признает в человеческих жертвах. Зачем же он просил сжечь единственного сына Авраама, которого он ему дал по обетованию? Просто поиздеваться? Но смотрите, что произошло с Авраамом. Авраам без колебаний пошел делать то, что нужно было сделать по требованию Бога. Здесь написано, в 3-м стихе, Авраам встал рану утром, оседлал спас моего, взял с собой двоих отреков. Потому что, ну, знаете, конечно, есть граница того, что можно было возложить на сына Исхака. Но всю дорогу, там, 3 дня пути было, нести все дрова, все это на себе. Да, было тяжело, поэтому он взял отреков с собой. Они, скорее всего, эти отреки, которые с ним пошли, это подростки, такого же примерно возраста, скорее всего, как Исхак. Они его знали с детства. Они, возможно, с ним игрались, они, возможно, с ним даже воспитывались вместе, потому что по тем временам дети рабов воспитывались вместе с детьми хозяев, просто статус у них был другой. И они с этим мальчиком игрались. Они не могли понять, куда они идут. Но они были послушными людьми, они просто встали и пошли вместе с Авраамом. Куда он пошел? На гору моря, пошли на гору моря. А что наднести? Дрова, понесли дрова. Нож наднести? Нож понесем. Осла оседлали? Осла оседлали. И пошли. И дальше смотрите, что произошло. Он сказал, останьтесь вы здесь с ослом. Осла нельзя было потерять. Это дорогое удовольствие иметь осла по тем временам. Даже Авраам, как выяснилось. Останьтесь здесь с ослом. А я и сын пойдем туда. И дальше как раз на еврейском, во множественном числе и на русском, на множественном числе написано. Поклонимся и возвратимся к вам. То есть получается, что Авраам один единственный знал, куда он идет. И что он собирается там сделать. Ицхак об этом не знал. Отроки об этом не знали. Сара так точно не знала. Она бы не пустила. Она бы костмерила там, но чтобы они никуда не пошли. И при этом, при всем, он говорит, мы пойдем, поклонимся и возвратимся обратно. То есть у него даже на секунду не было сомнений в том, что Бог, даже если и позволит ему принести во всесожжение Ицхака, воскресит его там же. У него даже в этом сомнений не было. Это уровень доверия Богу. И дальше написано, смотрите, в 6-8 стихе. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Ицхака. То есть, представляете себе, да? Его состояние, его сердце. Он сейчас пойдет убить того, кого он ждал в 90 с лишним лет. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Ицхак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Смотрите, в родословии Авраама мы читаем, что Бог никогда ни от кого из его предков вообще не требовал человеческого жертвования. Вы помните такое, где у него в Писании написано, чтобы Бог потребовал человеческого жертвования? Нет, да? Но почему-то Бог выбрал именно Авраама для того, чтобы испытать его в вере в такие вот образы. Смотрите, в данном случае Ицхак стал прообразом Иисуса Христа. Здесь написано, что Авраам возложил на него орудие смерти, орудие убийства, орудие принесения всесожжения. Иисус тоже нес на себе орудие своей смерти, орудие своего убийства. И в данном случае он стал прообразом того, кто способен понести на себе непонятно чье наказание. Непонятно чье. Он же ведь жертва направился за что-то. Или в благодарность за что-то, или в искупление такого-то греха. И вот помните, как у Исаии написано, что мы во что не ставили его? Богу нужен был кто-то, на кого можно было положиться. И в данном случае он положился не только на Авраама. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Не только на Авраама, но и на Ицхака. Он возложил на него эти дрова, и они понесли делать всесожжение. Смотрите, это же было не первое всесожжение, которое Ицхак делал вместе с Авраамом. Понимаете, да? Он и до этого приносил жертву. Но всегда, когда они шли делать всесожжение, они с собой несли того, кого приносить во всесожжение. Например, Агнца. Там может быть кого-то, может быть, я не знаю, там кого еще. А в этот раз у Ицхака непонимание. Он говорит, а где? Агнц где? Все здесь есть, агнц где? Как вы думаете, у него какие мысли в голове крутились? Что сейчас поохотиться нужно, да, наверное, кого-то поймать. Но, с другой стороны, у них же было какое-то понимание, кого можно принести в жертву. Это должно быть животное без порога. А как я знаю, что оно без порога? Я должен его знать с рождения. Я должен его вырастить. Вырастить это животное без порога. Я не могу проохотиться на кого-то, которого не я растила, принести его в жертву. Так не бывает. Это вообще выходит за рамки традиций. И у Ицхака непонимание того, что происходит. Но он возложил на себя эти дрова и понес. И мы видим, что Ицхак вообще не сопротивлялся. Вот он воспринимал все как должное. И вот обратите внимание, что Исайя пророчествует об Иисусе Христе следующим образом. 53 главе 7 стих. Ицхак был благословлен по той же вере, по которой был благословлен Авраам. Почему? Потому что когда он послушно и безропотно шел приносить жертву непонятно кого. Возможно, он даже не мог в своих мыслях представить, что это его буду сейчас приносить жертву. Но пока он туда шел, он просто говорит, ну, папа сказал, усмотрит, агнется. Значит, усмотрит, надо идти. И он безопытно шел за своим отцом. И когда они уже пришли к жертвеннику, что там дальше произошло? Камни, дрова, огонь. А дальше написано, связался на своего, положил на жертвенник и занес над ним нож. Как вы считаете, 13-летний подросток сильнее 100-летнего старика? Да, сильнее. И проворнее, наверное. Когда он понял, что сейчас будет происходить, он мог просто вырваться и убежать. Да. Однозначно мог. Но он проявил 100% послушание тому, что сказал ему отец. Или что сделал с ним отец. Потому что он на 100% ему доверял. И вот это послушание в доверии, оно описывается неоднократно в Библии. Например, Первое царство. Все это место писания. Помните? 15 глава, 22-23 стихи. Я его сократил немножко. Послушание лучше жертвы и повиновение только овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление тоже, что и дало поклонство. Если бы Авраам начал противиться Богу и говорить ему, слушай, ну а как же ж? Мы ж столько ждали этого ребенка. И начал бы с ним торговаться. То это было бы упротивление. Если бы Ицхак начал выкручиваться и говорил, ну давай, ну может быть по-другому. Ну может быть что-то. Может вернемся, там отроки. Может осла, может ладно, пешком вернемся. Он просто, как агнец, ведомый на заклане, ус своих не открывал. Он лежал на этом жертвенке и ждал, что произойдет дальше. Он доверял своему Отцу на 100%. То же самое сделал Иисус на кресте. Он как человек, конечно же, мог сойти с креста. Но как мог, ну по плоти, я имею в виду, по желаниям своим. Но он этого не сделал. Потому что он доверял своему Отцу. Потому что он пророчествовал своим ученикам и говорил, не ученикам, а фарисеям. Он говорил, нет вам более никакого знамения, кроме знамения Ионы, который, проведя три дня в чреве кита, был выброшен на сушу. Так и Сын Человеческий проведет в могиле три дня и будет проповедом в народах. И когда, говорит, не Невия встанет на суд с вами, не Невия победит. Потому что они покаялись благодаря проповеди Ионы, а вы не. И это было, это, когда мы читаем вот эти места в Танахе, мы просто проводим эти параллели с Иисусом Христом, мы понимаем, что вот это послушание, до конца доверять своему Отцу и доверять Богу своего Отца, это то, что гораздо лучше, чем жертву. Понятно, что Бог никогда бы в жизни не позволил Аврааму убить своего сына, потому что тогда бы он перестал быть Богом, не принимающим человеческие жертвы. Это, кстати, было очень показательно в той же книге Ионы, когда его спросили, кто ты, откуда ты, какому Богу молишься? Он сказал, я, еврей, служу Богу, Создателю неба и земли. А они понимали, что этот самый Бог, Создатель неба и земли, это и Бог их богов тоже. И они знали, что этот Бог не принимает человеческие жертвы. И тут этот поклонник, служитель этого Бога, пророк, говорит, принесите меня в жертву, выбросьте меня за мной. И Бибуря успокоится. Вы представляете, что они пережили вообще в этот момент? Когда им сказали, принесите жертву Богу, который человеческие жертвы не принимает. Но они сказали, кровь его не на нас. Он сам попросил. И, наверное, когда Бибуря успокоилась, они подумали, что Бог-то, Израильский, поменялся. Они, наверное, подумали, что Бог-то теперь Израильский, принимая человеческие жертвы. Но Бог не принимал человеческие жертвы. Они не знали, что происходило дальше, когда все это покрыло толщей воды. Бог не принимает человеческие жертвы. Он просто хочет, чтобы мы были готовы принести себя в жертву живую для нашего Бога. Итак, 22 глава, 9-10 стихи. Мы возвращаемся к Бытии. «И пришел на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Это последняя секунда. Еще одно движение, и Ицхака нет в живых. Прольется его кровь на жертвенник. Жертвенник будет зажжен, и тело Ицхака будет предано огню во всесожжение. И Бог увидел вот это вот безоговорочное доверие со стороны Авраама, с одной стороны, тому, что он делает перед очами Бога, а с другой стороны, это полное послушание и доверие его сына своему отцу. И двоих людей он благословил этим фактом, которым является вот это вот жертвоприношение до конца. «И ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо я знаю, что ты боишься Бога, и не пожирил сына твоего, единственного твоего для меня». Очень важный момент. Бог никогда не бывает поругаем. Он слышал вопрос Ицхака о том, где Агнец, которого нужно принести во всесожжение. И он слышал ответ Авраама, что Бог усмотрит себя от нас. И мы видим, что в этот момент должно было произойти что-то, что никогда не меняется. А никогда не меняется жертвоприношение. Жертвоприношение было всегда. Человек должен был чем-то жертвовать, он должен был что-то сделать, а потом это принести в жертву, чтобы получить благословение или прощение грехов. И жертва там должна была быть принесена, иначе это было бы просто, знаете, ну, как это называется сегодня? Квест-рум какой-то. Ну ладно, поигрались и вы все, можете возвращаться домой. Нет, жертва должна была быть принесена. Почему? Потому что Ицхак должен был знать, что жертва должна быть принесена. Авраам-то это знал, а Ицхак, скорее всего, нет. И здесь написано, возвел Авраам, это 13-14 стихи, возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо своего сына. И нарек Авраам имя тому месту, Его Ваира. Посему и ныне, говорится, на горе Его усмотрится. На еврейке называется Адунаиры, но не важно. И очень важные моменты, которые мы должны взять как урок из этого местописания. Первое, это Бог продемонстрировал нам несколько своих черт характера. И одна из этих черт характера неизменности и постоянства. Жертвоприношение никогда не превращается. Подтверждение тому, в небесном храме тоже есть жертви. И на нем всегда горит огонь. Подтверждение тому видим в Езекииле, подтверждение мы это видим в Еремии, подтверждение мы видим в Данииле, подтверждение мы видим в книге Откровений. Жертвоприношение никогда не прекращается. Но. Второе. Бог не лицеприятен. Он испытывал своего лучшего друга среди людей. Помните, что Авраам был наличен другом Божьим? Он испытывал своего лучшего друга, от которого он даже тайн своих не скрывал. Он говорил, не сокрою ли я это от друга своего Авраама? Он его испытывал. Потому что Бог отбирает верных людей. То есть он не лицеприятен. Он даже к друзьям будет относиться очень и очень строго. И нельзя просто сказать, я друг Божий, и я теперь все. Не трогайте меня. Так не бывает. Он будет испытывать. Третье. Это полный контроль всему. Он усматривал не потому, что догадывался, что должно что-то произойти. Этот Овен там и раньше был. Он не сошел туда с неба. Бог устроил пути этого Овна, который запутался в чаще, потому что ему нужно было принести этого Овна в жертву. Но обратите внимание еще раз. Это не просто пришедший неизвестно откуда Овен. Не какой-то там горный козел или горный баран, который случайно запутался в чаще. Это был, скорее всего, кто-то из стада Авраамова, которого он уже и забыл про него. Но он бы не принес его в жертву никогда, не будучи уверенным, что это жертва без порога. И поэтому он сказал, Бог усмотрел. Почему? Потому что когда-то этот баран пропал из стада, а сегодня он его принес в жертву. То есть нет ничего, что происходит в жизни просто так. Бог предусматривает все. Если мы где-то что-то потеряли, оно обязательно когда-нибудь принесет пользу в том, что, казалось бы, ну, наверное, уже никогда не вернешь или не воссоздашь. И четвертое – это милость и благосклонность, потому что Бог смиренным дает благодать. Смотрите, и Авраам смирился перед Богом, и Ицхак смирился. Они оба понимали, что что-то здесь происходит сверхъестественно, им просто нужно довериться процессу. И вот в нашей современной жертвенности, которую мы имеем в церкви, в теле Христа, у нас есть непонятное такое, знаете, а может, не надо? А может, так рассосется? У нас нет жертвенности в смирении. Мы не доверяем полностью. Мы хотим жертвовать, но проверять. Давайте мы сейчас проверим, вот десятину положим, посмотрим, прибавится на следующей неделе денег или нет. Давайте я пожертвование не дам, посмотрим, пожертвуют мне потом или нет. Мы хотим проверить, мы хотим удостовериться сначала, что все это в нашей жизни работает. А Бог говорит, нет, вы доверьтесь мне полностью. Потому что я знаю намерение о вас во благо, а не во зло, чтобы вы имели будущность и надежду. И если мы доверяем Богу иметь будущность и надежду, то в нашей жизни происходят чудеса. И знамение, которое являет Бог, показывая, какие чудеса нас еще ждут. Потому что написано, не слышал от того уха и не видел того глаз, что Бог приготовил любящим его. И поэтому, когда мы идем на эту жертвенность сегодня, мы должны задуматься о трех вещах. Первое. Да, это испытание от Бога. Да, однозначно. Он хочет испытать в нашей верности к себе. Второе. Мы должны понимать, что он контролирует все абсолютно. Если он дает нам возможность жертвовать, это не значит, что он нас хочет что-то отнять. Он хочет дать нам гораздо больше. И для Авраама, на самом деле, самой, наверное, такой тяжелой жертвой, было не занести нож на Десхака. Потому что это уже, знаете, когда человек себя уже приготовил к этому. Он уже понимает, что для него принять решение это сделать, было основной жертвой. И у большинства из нас основная жертва это принять решение принести какую-то жертву. А совсем не принести ее. Принести жертву очень легко. Избавиться от денег очень легко. Избавиться от дома очень легко. Избавиться от машины очень легко. Даже, вы знаете, уйти из жизни очень легко, если ты знаешь, куда ты идешь. Но принять решение о том, что я знаю, для чего я это делаю, и уверенно так, не для чего, а почему я это делаю. Вот это самая главная жертва, которую мы должны принести. В первой главе Исаии Писание говорит, что только овнов и козлов ты не захотел больше. В Откровении мы читаем, что в послании к евреям пролита кровь, сильнее которой нет ничего. Никакая кровь овнов или волов не сравнится с этой кровью. Но все равно, от нас Библия требует жертв. Она требует от нас жертвенности. Какую жертву требует от нас Бог? Неужели мы опять должны приносить своих детей в жертву? Неужели мы должны приносить какие-то, отрывать от себя что-то, чтобы себя чего-то решать? Ведь Бог говорит, что Он Бог, пришедший сюда, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Писание говорит об этом в Римлянах через апостола Павла. 12 глава, 1-2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. И дальше Он пересказывает, о какой жертве идет речь. Представьте тела ваши. Что значит тела? Должен ли я сейчас принести себя лично в жертву на всесожжение? Своё тело? Нет. Имеется в виду нашу плотскую сущность. Мы все-таки люди. И плоть, она немощна. Он говорит, представьте тела ваши в жертву, во-первых, живую. Бог не требует от нас умирать. Не требует. Он не хочет, чтобы мы себя приносили в жертву. Есть религии, в которых покончить с собой ради какого-то там своего бога, это нормально. Это нормально. Но Бог говорит конкретно. Первое. Живую жертву. Второе. Это святую жертву. Третье. Это благоугодную. То есть, которая будет использована для нас во благо. И дальше Он рассказывает, как это должно выглядеть снаружи. Снаружи должно выглядеть так. Не сообразуйтесь с веком сил. То есть, не принимайте на себя образ этого мира, этого века, того, что происходит вокруг. Потому что это страшно. Это страшно. Если мы пытаемся угодить Богу, то мы не можем угодить Богу, будучи другом этого мира. Писание говорит, разве не знаете вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? То есть, когда мы дружим с миром, вот представь себе, Авраам дружил с Богом. И он абсолютно доверял тому, с кем он дружил. Тот, кто с ним дружил, его испытывал. Но и Авраам никогда не сомневался в Боге. И поэтому он принес ту жертву. Теперь смотрите, что диктует нам этот мир. А что будет, если ты сейчас этого решишься? А что будет, если у тебя это отнимут? А что, если у тебя завтра, там, не знаю, какой диагноз? А если у тебя завтра отнимут, там, не знаю, дом, машину, там, не знаю, что еще? Что будет? Мы начинаем сомневаться в том, что мы готовы от чего-то отказаться ради чего-то большего. И поэтому он говорит, не сообразуйтесь с веком с ним, потому что в этом мире правит один наш общий враг. Зовут его Сатана. И он постоянно сеет нам три семени. Семя страха, семя сомнений и семя стыда. Постоянно. Если нам непонятно, почему стыдно, если нам непонятно, в чем мы сомневаемся, если мы постоянно чего-то опасаемся, это не от Бога. Это абсолютно не от Бога. И если мы знаем, что это не от Бога, мы должны молиться, чтобы просто Бог избавил нас от этого воздействия снаружи. И дальше он говорит, преобразуйтесь обновлением ума. То есть, все, что делал Иисус на протяжении всего своего служения здесь, на земле Израиля, он призывал людей начать думать по-другому. Когда мы встречались с пасторами из Калифорнии, которые приехали, и они искали здесь церковь, которые они нашли, они встречались не только с нами, естественно, они встречались с несколькими русскоречными пасторами, но вот они принесли мне диск с видеоуроками того пастора, который хотел бы с нами сотрудничать. Он самый скорей. И вот он, как бы, очень хорошо разложил по полочкам все эти вещи. И он даже назвал закон Моисея ложным законом. Но он не имел в виду, что это ложь, а имел в виду, что это не совсем то, что Бог имел в виду, и просто дал его как временный где-то водитель ко Христу. А потом пришел Иисус и сказал, то, что здесь написано, что за убийство нужно убивать камнями, это не просто того, кто физически застрелил кого-то, да, там, или убил, и его нужно побить камнями. Нет. Даже если я гневаюсь на человека, я уже человека-убийца, и я уже достоин смерти. В данном случае преобразование ума, это не когда я живу в страхе, ой, я сейчас кого-то убью, чтобы только никто не увидел, чтобы только никто не увидел. Нет. Преобразование ума, это когда я постоянно держу во внимание, что если я гневаюсь на кого-то, если я злословлю кого-то, если я обижаю кого-то, я человека-убийца, и я достоин смерти. Человек больше всего боится чего? Заменевающийся, я имею в виду. Смерти. Потому что он не знает, куда он пойдет. И поэтому Иисус усугубил законы Моисея и сказал, даже если вы поступаете вот так, вы уже достойны смерти. Это преобразование ума. Вы раньше думали, что вас накажут только если вы кого-то убьете? Нет. Придет последний день, и за каждое свое слово ты либо осудишься, либо оправдаешься. И вот это и есть преобразование ума. Мы должны постоянно думать, можем ли мы тем, что мы делаем или говорим, осудить себя перед Богом или оправдать. Тогда у нас не будет проблем с жертвенностью. Это и есть жертва, которую Бог хочет. Мы должны быть послушны Его воле. Мы должны, ну будем так говорить простым языком, прогнуться под Его характер. А Его характер говорит, ваша жертва должна быть живой, она должна быть святой и должна быть благоугодной. Это не просто так. Хождение в церковь и периодическое прославление здесь под гитару или под фонограмму. Нет. Это постоянно думать о том, почему мне этого не нужно сейчас сделать. Что бы сделал Иисус в данном случае? И мы, к сожалению, все, все, включая от того, кто сейчас говорит, грешим тем, что просто из нас иногда прет вот эта вот девальщина вся эта. Потому что мы не до конца обновились своим умом. Мы можем быть самыми духовными в мире личности. Но если мы каждый день не упражняемся вот в этой жертвенности преобразования своего собственного ума, ничего хорошего в конце концов не получится. Мы от каждого своего слова оправдаемся и осудимся. Мы должны помнить еще одно. Притчи говорят. Жизнь и смерть во власти языка. Так вот, для чего он говорит, что нам нужно преобразовывать свой ум? Для того, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Получается, что если мы не преобразуемся своим умом, не приносим в жертву свои хотения плотские, и постоянно живем тем, что навязывает нам этот мир, мы не можем понять волю Божью. Вот Авраам понял волю Божью. И поэтому Бог его благословил. Несмотря на все его косяки, несмотря на все, что он там куролесил, что-то он нам свою жену за сестру выдавал, не важно. Не важно. Главное, что он познал волю Божью. Почему? Потому что преобразовался умом. А он вышел из города бесов, на секундочку. Он жил там в среде страшных язычников. Человеческие жертвоприношения. Все, что хотите. Но стал возлюбленным другом Богом. И нам сегодня не нужно жертвовать своей жизнью, чтобы водить Богу. Нужно быть живыми людьми. Живыми, это значит, наш Бог живых, но не Бог мертвых. Нам нужно постоянно находиться в познавании воли Божьей. Я хочу, чтобы мы с вами открыли Филиппийцам 4 глава. Это одно из самых любимых моих посланий, которые я читаю у Павла. Там есть несколько... Там есть несколько мест писания, которые можно применить вообще к жизни любого христианина. Но я хочу, чтобы мы с вами сегодня сосредоточились на одном из них. Первая, извините, 4 глава Филиппийцам 18 стих. Смотрите, что он пишет. Я получил все и избыточествую. На секундочку он пишет, что это из-под домашнего ареста в Риме. Он сидит под домашним арестом. Пишет, я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Ипофрадита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Кому он это пишет? Церкви в Филиппах. В Филиппах где находились? Это Малаязия. Не лучшее время и не лучшее место для христианства по тем временам. Но они, составляя... Они, кстати, были рабами почти все. Они, составляя тело Христа, решили направить ему пожертвование. Собрать и направить пожертвование. Потому что они знали, что, скорее всего, он туда не видит. Хотя верили, что Бог его спасет. Но Павел знал, что он туда не видит. Он сказал им, что близится конец всему. Он не сказал, близится конец всему у вас. Он сказал, близится конец всему у кого? У меня. И они ему отправляют пожертвование. И он говорит, я их испыточествую. Представляете, сколько они ему собрали пожертвование? Получается, что благословение, в том числе финансовое, в том числе, может быть, там они еду какую-то ему отправляли. Потому что вино. Я не знаю, что было тогда модно отправлено. Но они отправили ему что-то, и он говорит, я испыточествую здесь. Потому что эта жертва была благоугодной. Потому что когда Бог, знаете, иногда бывает такое, что попросит у человека воды напиться. Он так даст глоток воды попить, что аж в горле горько потом. А иногда бывает, что увидит человек нужду, даст попить воды. И прям пьешь и наслаждаешься каждым глотком. Казалось бы, вода. Но даже вода, которую мы даем с разным настроем, она имеет разные последствия у того, кому мы ее даем. И представьте себе, что если Павел так описывает то, что он получил, как жертву, как благоухание приятное, насколько это было от чистого сердца принесено. И вот благословение апостолами другим, это тоже жертва. Еще одно местописание, это Евреям 13, 16. Не забывайте также творить добро, делиться с другими, потому что Богу угодны такие жертвы. То есть Бог не говорит там, пойдите и принесите кого-то мне жертву. Нет. Найдите нужду и поделитесь с человеком тем, что у него нет. Чего у него нет. Это могут быть деньги, это может быть одежда, это может быть время, это может быть помощь, это может быть, я не знаю, кому-то сходить за хлебом. Кому-то, знаете, пионер, говорит, уже четвертый раз переводил старушку через дорогу, несмотря на то, что она все время сопротивлялась. Ей не надо было. Надо выяснить нужду и поделиться. Не каждый человек способен делиться деньгами. Согласен. Потому что у кого-то с деньгами все в порядке, а у кого-то есть недостаток. Но то, чем мы можем поделиться всегда, всегда, будучи христианами, это двумя вещами. Первое, это время. Второе, это Божья любовь. И если мы будем делиться двумя этими вещами, если эти реки и воды живой будут теть через нас, и нам все надо в этом практиковаться, всем абсолютно. Тогда вот эта жертва, которая... Смотрите, ни Божью любовь мы ее не создавали, ни время мы не создавали, ни то, ни другое не является чем-то, что можно иметь с запасом. Согласны? У кого есть три мешка Божьей любви Дома? Ни у кого. И время наше не вернешь. Деньги, знаете, отдали. Ну, окей, пошли там, подработали еще пару часов, вернули. А вот время его не вернешь. И любовь, которую мы дарим, ее обратно не вернешь. Ее нельзя тем же самым мерилом измерить. И когда мы отдаем действительно то, что нам не принадлежит. То, чем мы жертвуем, потому что мы знаем, что обратно мы этого не получим. Вот в этот момент Богу эти жертвы угодно. И это и есть та жертвенность, которую нас сегодня просит делать Бог. Бог в наше время, в Нового Завета, нам не надо бросаться под поезд, чтобы говорить во имя Иисуса, там, ну, все, убьют сейчас и пусть моя кровь. Ну, прольется кровь. И что? Что она омоет? Что она сделает? Ничего. Только кровь Иисуса имеет значение. Потому что наша кровь грешная. И мы, умирая, вместе с этой кровью, которая в нас пойдем туда, в прах. И единственное, что имеет значение, это кровь Иисуса, которая обмыла нашу душу и наше сердце. И которая приведет нас к престолу Отца. И мы получим новую плоть. И на наших сердцах будет написано имя Бога нашего. И имя Его новое. И о послушании тоже сказано очень много. Послушание это тоже жертва. Это жертва перестать делать дела плотью. Умереть для себя и начать делать что-то для Бога. Это есть послушание. Евреям 13 глава 17 стих. Слушайтесь ваших наставников, и запоминуйтесь им. Потому что они заботятся о вашем духовном благополучии, зная, что им предстоит дать в этом отчет. Повинуйтесь им, чтобы их труды приносили им радость, а не печаль. Упорствуя им, вы лишь повредите сами себе. Дело в том, что мы, когда выходим за пределы нашего служения, нашей церкви, мы возвращаемся в ту же рутину, в которой жили до этого. И то, в чем наставляют нас наставники, неважно, это в домашней группе, в вашем служении, пастор, который наставляет вас с этой кафедрой, гость, которого Бог присылает сюда, чтобы наставить, это наставление из заботы о нашем духовном состоянии. Если мы слушаем здесь, а потом выходим за пределы этого здания и продолжаем делать все то же самое, что делали до этого, то это приносит нам печаль, как служителям. А если мы выходим и не делаем, то еще и приносит нам вред. Это в Писании говорит. Но приносит нам вред. И когда оно приносит нам вред, не стоит удивляться, почему мы, назидаясь, не выполняем, почему мы, слушая, не исполняем. Получается, что мы, как у Якова написано, человек, который разглядывает свои природные черты в зеркало, а отойдя от него, забывает, что он там видит. То же самое происходит и на собраниях, когда люди приходят, послушают, аминь, аллилуйя, все классно, пастор, вот такая проповедь, ты молодец, ну, окей, я молодец. Да какой я молодец? Я всего-навсего такой же человек, как и вы, просто который пришел поделиться словом, которое Бог попросил меня донести до вас. Но с тем, что я даже пусть буду трижды молодец, и у меня будет здесь четыре звезды, трижды молодца, герои Советского Союза, Я никогда не смогу спасти ни одного человека, который не будет следовать назиданиям Слова Божьего. Никогда. Почему говорю, что Я не смогу спасти? Потому что Бог говорит, даже если там были Иов, Даниил, и кто еще? А? Илья, по-моему, да? Илья? Илья. То даже они не смогли спасти бы этих людей. Праведные люди. А уж тем более, ну не я. Тем более. Поэтому жертву, которую от вас, от нас, хочет Бог, это послушание, это постоянное обновление нашего ума, исследование Слову Божьему, которое Бог сеет в нас через Писание, через Поповиде, через назидание, через общение святых. Аминь. Это та жертва, которую Бог от нас просит. Давайте помолимся.